Привет, друзья! Это проект «Русская Америка». Мы возвращаемся со второго дня недели русского кино в Нью-Йорке. Этот фильм второй был показан в Бруклине. И вот мы едем из Бруклина в Манхэттен. Уже довольно поздно. И сейчас хотим поделиться впечатлениями немножко о фильме. Фильм называется «Горько». Продюсер фильма Тимур Бекмендетов. Правильно выговорил, наконец-то. Фамилия сложная очень. И на самом деле я хочу начать с конца. Тот вопрос, который я задал, мы завтра его выложим. Володя, помощник наш в «Русской Америке», снял на камеру. Завтра выложим это на YouTube. Вопрос я задал такой. Комедия это или трагикомедия? Ну, как бы Бекмендетов красиво ответил и сказал, что это комедия. Ну, понятно, что он бизнесмен, и его задача – касса кинотеатров. И понятно, что этот фильм настроен был для того, чтобы российская публика, которая любит программу «Дом-2», пришла и посмотрела эту комедию в его понимании. Для моего понимания это все-таки трагическая комедия. Это трагедия тех людей, которые живут в России. И, к сожалению, это обыденная жизнь россиян. И было очень печально смотреть, особенно из Америки, на те события, которые были в фильме. Хотя они преподнесены были, конечно, с точки зрения комедии и с точки зрения смеха. Ань, какое у тебя мнение? Печально. Печально? Ну, почему? Ну, во-первых, этот фильм не трогает за душу, оставляет такой неприятный осадок, привязливости. То, что, как всегда, нажрались… Ну, стыдно. То есть, вот, когда вы спросили Володю, когда он выходил, телевидение русское, они сказали, что от фильма у тебя? Он говорит, стыдно. Мне просто стыдно за тех людей, которые живут в России и которые так себя ведут. На самом деле, очень печально, потому что изначально фильм был на строгу как бы… Все мероприятия организованного праздника свадьбы было… Изначально, как бы, ой, мы не пригласим тем, мы их не пригласим тем, потому что те будут делать и сам как плевать, и там употребляют это слово, говорят про глисты. Ну, это российская обыденность, пьянство, хамство, оскорбление и так далее. Цивилизованно нельзя отдохнуть. Вот, если не нажраться, то… Ну, честно сказать, печально просто, печально. Нет. Мне не понравился фильм вообще. Да, были смешные моменты. Сейчас вам расскажу еще одно, что мне понравилось в фильме. То, что снят был фильм в Геленджике и в Новороссийске, в Новороссийске, в Новороссийскому родной город, и даже геленджикские пейзажи, конечно, все были узнаваемы. Узнал я несколько человек из нашего Новороссийского театра городского, которые играли там в эпизодах. Ну и самое интересное, подруга моей супруги играла в фильме, ну, конечно, маленькую эпизодическую роль актрисы… ой, не актрисы, певицы. Певицы в ресторане она там пела, когда как раз была эта свадьба. Вот, зовут ее Юля. Для меня это было, конечно, удивление большое ее увидеть в Америке. Ну и приятно было, конечно, увидеть свои родные горы, свое родное море. Это плюс в фильме, да, для меня лично это был плюс. Ну, а так, как я уже сказал, как Аня сказала, конечно, действительно стыдно за то, что происходит в стране. Хотя 90% населения России этот фильм воспримут с удовольствием, пойдут, будут щелкать семечки в ресторанах, в ресторанах, в кинотеатрах. И пить пиво, громко ржать, ругаться матом в кинотеатрах – это все традиционно на задних рядах это происходит. Но, что удивительно, в Америке это тоже есть. Мы сейчас вот были в кинотеатре на Брайтоне, и недалеко от нас сидели какие-то два мужика, которые, ну, в темноте не было видно их лица, и они быстро ушли. Я хотел, конечно, посмотреть на их лица при свете, на которые тоже комментировали, ругались, извиняюсь, отрыгивали, других слов, но нет, ну, так, как было, как было. Вот, и мешали смотреть другим зрителям. Ну, вот такие залетные бывают люди и в США. Конечно, это большое исключение в Америке увидеть таких придурков, но они тут тоже есть. Ладно, что, будешь что-то добавлять? Есть вопрос какой-то тебе сказать? Вопросов больше нет, я просто свое мнение высказал. Не рекомендую. Насколько, насколько, насколько классное кино было вчера, да? А, есть у меня что-то. Я думаю, что неспроста организаторы вот этого фестиваля, русского кино в Нью-Йорке, они именно этот фильм поставили в Брайтон-Бич, потому что... Ну, в кинотеатр Брайтона-Бич, потому что, в принципе, в Нью-Йорке маленькая Россия, вот именно на Брайтон-Бич из-за этого... Ну, я не скажу, на самом деле, в Бруклине живет очень много интеллигентных и порядочных людей, да... Я ввожу в виду, что как бы мне кажется, ну, ну... Ну, то есть ты лежишь, что манхэттенская публика, она бы не вообще была? Нет, 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 нет. То, что они именно... Довольно были. То, что они именно поставили этот фильм, как бы Брайтон-Бич аценируется с русскими людьми, из-за этого они поставили вот этот именно фильм в Брайтонский кинотеатр, да. Ладно, смотрите фильм Называется он Горько Молодой режиссер Бекминетов про него рассказывал В принципе, на самом деле Фильм-то как бы сделан профессионально Действительно, команда фильма Очень, ну, она хотела показать Российскую действительность Она все показала И она выполнила первую функцию То есть она сделала хороший фильм Вторую функцию она выполнила Это она заработает на этом денег Команда То есть и тот же Светлаков, который снимался Я очень люблю Светлакова Для меня он, я считаю, его хорошим актером Вот Светлаков был продюсером Один из продюсеров фильма Он тоже как бы там, я так понимаю Кроме как на актерской игре заработает денег Как продюсер Ладно, всем успехов Продолжаем следить за неделей русского кино в Нью-Йорке Завтра идем на новое кино Обязательно про него тоже расскажем